Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. О чем сегодня мы поговорим? Мы поговорим о таком вредном объекте наших садов и огородов, как шлизни. Почему в эту осеннюю пору мы вспомним об этих вредителях? Просто потому, что шлизни повреждают все плоды, которые лежат на земле. Они их прогрызают, хотя они вроде мягкотелые, они прогрызают наши плоды. Портят внешний вид плода. Это раз. Во-вторых, если они переползают через плод или корнеплод какой-то, остается серебристый след. Так вот, этот серебристый след, он уже не смывается водой, даже гарачей. Приходится срезать. И сами понимаете, что такое уже и плоды, и корнеплоды, поврежденные шлизнями, кушать уже не хочется. Поэтому, чтобы сохранить наш урожай, уберечь от слизней, от повреждений слизней, от того, чтобы они их пачкали, мы будем применять различные способы. Ну, во-первых, если вы знаете, что слизни – это вредители, которые любят синистые места. Поэтому, если есть синистые места, и особенно там есть какие-то органические остатки, типа листьев, соломы, или просто шифера куски лежат, значит, знайте, что это места, где ваши слизни будут ночевать. Это места ночевки. И они прачиваются днем, когда есть солнце, и нету солнца, они прачиваются под эти укрытия. А вот потом, когда наступают сумерки, слизни выползают и начинают вредить нашим садовым культурам. Что необходимо сделать, чтобы их на нашем участке было гораздо меньше? Ну, во-первых, сделать преграды для слизней. Из чего могут быть эти преграды? Не забывайте, что слизни, они мягкотелые, они ползают по земле. Поэтому, если взять землю и посыпать тем же суперфосфатом, а почему суперфосфатом? Потому что он плохо растворается. Плохо растворается, его гранулки долго остаются на поверхности. Посыпать известью, которая будет обжигать ему брушка. Или взять крупнозернистый песочек, посыпать. Особенно оттуда, где тенистые места, просыпать такую полосу, уже слизни будут гораздо меньше ополчить на ваши культуры. Потому что, заползая на эту преграду, они начинают повреждать брушка и заворачиваются назад. Они уже не ползут дальше. Также есть и другие довольно эффективные способы, как прогнать слизней. Ну, самый простой способ, конечно, уже многие может испробовали. Оказывается, все слизни очень любят пиво. Мы берем какие-то баночки, вот там же с подсельди, такие низенькие баночки. Нас высота баночки может быть 3-4 сантиметра, небольшая баночка. Мы его вкапываем вровень с землей, где там ползают у нас слизни часто, и наливаем пиво. Наливаем пиво, слизни сползаются и тонут. Нам остается только выловить и ждать следующего прохода слизней. Это один способ. Потом очень полезно, вокруг наших растений опять же, для того, чтобы слизни не заползали на растения. Они могут подниматься по стеблям, они могут подниматься вверх и прогрызать наши перцы, наши те же помидоры прогрызать. Это им под силу, не смотрите, что они вроде медленно ползают. За ночь они все могут сделать, нанести нам вред. Поэтому вокруг кустов, опять же, можно посыпать тоже суперфосфат, вокруг каждого кустика, крупнозернистый песок. Потому что песок тушен так же, он как бы неровные шастички, и наших слизней они очень травмируют, и слизни не повреждают. Даже чайная заварка, чайная заварка, кофейная заварка отпугивает слизней от наших растений. Это способы очень доступные. Вот выпили чай, заварка осталась, взяли раз и посыпали вокруг ваших растений. Ну и самый интересный, самый такой секретный способ, это самое, что я вам расскажу. Наши завариваем кофе, заварили кофе. Вот такой стакан кофе 200 грамм на 5 литров воды. И обрызнули ваши растения. Почему-то запах кофе не нравится слизням, и они не трогают наши овощные и плодовые культуры. Так что возьмите этот способ себе на заметку. Ну, конечно, кроме таких средств, которые защищают, есть, конечно, и уничтожающие. Это различные приманки. Все приманки действуют очень хорошо. Неважно, как они называются, слизнеет, гроза или как-то по-другому, эти приманки также очень хорошо действуют на наших слизней. Мы рассыпаем в тенистых местах эти приманки, слизни наедаются и погибают. Так что выбор способа, как вам захочется или отпугнуть слизней, или не допустить до растений. Это смотрите сами. Ну, знаете, что все материалы, которые не будут мешать вам, типа тоже гравия, осыпанного круга растений, которые не будут затруднять уход, вполне пригодны для того, чтобы прогнать слизней с ваших участков. Возьмите это на заметку и ведите борьбу, для того, чтобы у вас на столе были чистые, неповрежденные плоды, аппетитные. Ну, и не было слизней на вашем участке. Ведите борьбу. Вроде бы вредитель, как бы и мягкое тело, но вред приносимый очень большой, потому что сейчас повреждения, которые наносят, еще появляются на наших плодах, то есть на том, что уже выросло у нас, появляются различные болезни. Еще и заболевают, и плоды во время хранения тоже начинают и загнивать, и серой гнилью покрываться. Поэтому борьбу с ним надо вести, обязательно. Успехов вам в этом деле, хороших урожаев, и здорового вида ваших растений. До новых встреч! Подписывайтесь на наш YouTube-канал, смотрите нас. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова